Ну как? Вы поняли? Вы поняли, что я была права. Вы видели мою мать? Какую мать? О чем вы говорите? Рядом с Черчиллем, на экране, в аукционе. Мадемуазель, вы не в своем уме разговаривать сейчас о вашей матери, о Черчилле, когда нас с вами могут в любую минуту прикончить? Конечно, месье Элегран, я все понимаю, но вы всегда так заняты, а сейчас как раз удобный случай. Мадемуазель, вы подальше держитесь от этого дела, так будет лучше и для вашей матери, и для вас. Вот вам мой совет. Вы где сидели? Там. Идите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Понял. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Власти решили обменять вас на заложников с самолета. Знаю. Лично я против. Я бы предпочел... Я предпочел бы застрелить вас при попытке бегства. Знаю. Я хорошо разбираюсь в людях. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если вы надумаете вернуться в мою страну, то имейте в виду, я вас жду. С нетерпением. Не надо драматизировать. Вы для меня совершенно безопасны. Как божья коровка. В вашей стране слишком много демократии. Стоять. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Простите, у вас нет? Ум? Простите, валидол у вас не найдется. А, сейчас. Свою потерял очевидно. Прошу вас. Благодарю. Сердце? Да, душ тут. Выгоди. А, нет, оставьте себе. Я видел вас на аукционе. Я был там. Да. Вас, вероятно, расстроило то, что вам не удалось приобрести документы. Это большая утрата. Знаете, мои коллеги по германскому обществу, любители военной истории, будут очень расстроены, недовольны этим. Да, вы знаете, я никогда не слышал о вашем обществе. А ваша программа, если не секрет. Пособираем и возвращаем к жизни документы, последней мировой войны. Простите, я бы хотел понять. Документ, который вы пытались приобрести, ведь он обнажает еще одну попытку убийства, не так ли? Политический террор существовал всегда. Это факт, и факт, как мне кажется, вполне объяснимый. Давайте рассуждать. Человеческая жизнь имеет определенную цену. Поэтому она не может не приниматься в расчеты в политических разногласиях. Но ведь в этом есть оправдание терроризма. Слушайте, стоит ли придавать терроризму такое огромное значение? За один день в дорожных катастрофах погибает больше людей, чем за все годы террора. Да, но там несчастный случай, а тут презрение к человеческой личности цинизм. Д Erde, поиск redenку. Д custody. Добавляем! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Встречающий просит пройти в зал ожидания у третьего багажного оттебеля. Простите. А это вы? Да. Я вам так благодарна. Я думала, он меня убьет. Вы видели его глаза? Если бы не вы, он бы наверняка меня убил. Видел. Вы не хотите выпить кофе? Прошу вас. Спасибо. Два кофе, пожалуйста. Послушайте, вы знаете, на кого нас обменяли? Нет. Сейчас я вам покажу. Какая-то фантастическая личность. Смотрите, что здесь пишут. Срок его пребывания в тюрьме должен был закончиться ровно через месяц. Странно. Зачем понадобилась вся эта история с похищением самолета, если его все равно освободят через месяц? В том-то и дело, что понять совершенно невозможно. Какой-то абсурд. Видимо, в его действиях был какой-то смысл. А вы знаете, а мне даже нравится вся эта история. А что вы на меня так смотрите? Как? Как-то странно. Ваша фамилия Луни? Откуда вы взяли? Я вас сразу узнал. Вы узнали? Разве мы были знакомы? Нет, просто я видел вас у контора Леграна в Париже, а потом в Лондоне на аукционе. Вы не бойся, не причиню вам никакого вреда. Скажите, я могу встретиться с вашей матерью? С моей матерью? Значит, это вы следили за ней? Следил. Ну да, в последнее время я замечаю, что за ней кто-то неотступно следит. Это были вы? Нет, это был не я. Я вас очень прошу. Дайте мне адрес вашей матери. Ее угрожат опасность. Мне пора. Хорошо, господин комиссар. Да-да, адрес у меня есть. Ее дочь только что дала мне его на аэродроме. Простите, я плохо слышу. Как фамилия? Инспектор Фош. Да, понял. Буду ждать его у гостиницы. Благодарю вас. Странно, но такого номера здесь вообще нет. Все ясно. Она обманула вас. Фальшивый адрес. Я очень боюсь за ее жизнь. А что делать? Она же не премьер-министр. Личная охрана ей не полагается. Да. Да, я понимаю. Впрочем, у меня есть собака. Какая собака? Бельгийская овчарка. Ну? Мне все равно, где с ней гулять. Могу под ее окнами. Адрес узнаю из более надежного источника. Как вас зовут? Жорж. Андрей. Андрей. КОНЕЦ КОНЕЦ Оп! КОНЕЦ Ляр, Ляр, идем назад. КОНЕЦ Шернер, я узнал его. КОНЕЦ Крас jogos. КОНЕЦ КОНЕЦ Кто он? Шернер, я узнал его. КОНЕЦ 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 А, смотри-ка, они его освободили. Сейчас ты увидишь его молодым. Так, это не то, это Рузвельт. На другой день после прибытия в Тегеран Рузвельт покинул здание американской миссии и направился в советское посольство. К чему мне все это? Тридцать пять лет я храню эту пленку. Ее никто не видел. За все эти годы мне не с кем было даже поделиться. Наверное, поэтому я написал эти проклятые мемуары. И ты не боишься? Кого? Ну, меня, например. Что ты имеешь в виду? Ничего. Нет. Тебя не боюсь, нет. Знаешь, американская миссия находилась на почтительном расстоянии от советского и английского посольства. И Сталин предложил Рузвельту перенести свою резиденцию в советское посольство. Ну, чтобы избежать необходимости разъезжать туда и обратно. Приглашение это было сделано на основании информации советской разведки о том, что диверсанты, заброшенные в Тегеран, готовили против Большой Тройки, как выразился Сталин, неприятный инцидент. Приступайте. КОНЕЦ Ну, как? Лучше, но все же плохо. Надо сократить 10 секунд. Ладно. Не придирайтесь к нему, это же репетиция. Когда дойдет до дела, он побежит побыстрее. Твои документы готовы. Вылетаешь утром. Шернер ждет тебя. Деннис Пью приплывает в среду между 9 и 11 по тегеранскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я закрываюсь, будут готовы завтра. Мои фотографии мне нужны через час. Я закончил работу. А сверхурочные в тройном размере. Плачу в десятикратном. И кроме того, куплю негатив. Я слышал о вас много лестного. Говорят, вы способны творить чудеса. Что вы можете из двух совершенно непохожих людей сделать близнецов. Поговаривают даже, будто бы вы не брезгиваете фабрикацией документов. Короче, что надо сделать? Если мы вам скажем, останутся две возможности. Или вы выполните заказ, или нам придется вас убрать. Вы отдаете себе отчет? А вы отдаете себе отчет? В том, что за художественную работу полагается хорошенько платить. Уверен, что мы найдем общий язык. Выкладывайте, что у вас. Фотография, которая там проявляется, должна заменить вот эту. Хватит. Хорошо. А господин Денис Пью не обидится? Он далеко, ему все равно. Ну что ж, я попробую закончить эту работу к утру. И если вы зайдете часам к десяти... Нет, мы будем спать здесь. Здесь вам будет неудобно. Ничего-ничего, мы потерпим. Ну, хорошо. Да, да. Да. Добрый день. Добрый день. Можно вас на минутку? Конечно. Партия мне сказал, что вы интересовались мною. Да, я хотела вас видеть. А в чем дело? Я чувствую себя очень неловко за мой отказ вам помочь. Я понимаю, в какое трудное положение я вас поставила. Если я вам понадоблюсь, вы скажите. Я буду рада вам помочь. Спасибо. 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 Единого слова. Спросите, будут ли они готовы к 30-му числу. Бали. Спросите еще раз, точно ли он понял мой вопрос. Будут ли они абсолютно готовы к 30-му числу, то есть послезавтра. Хорошо. Спасибо, Мари. Вы мне больше не нужны. Как, это все? Да, все. Машина вас отвезет в отель. Остановите. Я здесь выхожу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Андрей, смотри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты был прав. Он получил оружие. Кто передал? Незнакомый человек вошел в кофейню с сумкой и вышел без нее. А где этот человек сейчас? Наши люди не спускали с него глаз. Ушел. Нас предупредили оставаться на местах, никуда не расходиться. Очевидно, сегодня повезут. Ну и что из этого? Сегодня ты должен только снимать. Снимать и запоминать. Больше ничего. Не стану приносить вам свои извинения, господа, за то, что мы вас обыскали и осмотрели вашу аппаратуру. Прошу в машину. Полагаю, что неизбежность строгих мер безопасности понятна и без объяснения. Из машины не выходить. А, это торжественная церемония вручения дара английского короля Георгия VI к городу Сталинграду. На лезвие меча было написано «Гражданам Сталинграда, людям с остальными сердцами, от короля Георга VI знак уважения английского народа» или что-то в этом роде. Послушай, Макс, зачем ты ввязался в эту историю? Черт его знает. Этот мерзавец Шернер втянул меня. Кофе готов? Да-да, сейчас. А, после церемонии все трое фотографировались. Состоялось это 29 ноября в 15.30. Жаль, что меня не было там в этот час. Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Не сердись на меня, Франсуаз. Знаешь, я очень привык к ним. Когда они умерли, у меня было такое ощущение, что я потерял родных. Потом что-то случилось с моими нервами, по ночам снится всякая дрянь. Слишком много я знаю о прошлом этого мерзавца Шернера. Боишься? Нет, я не боюсь. Теперь меня не так-то просто найти. Пусть поищут. Нет, ты идиот. Вот, знаешь, почему я ошиблась дверью тогда? Почему? Шернер мне велел войти к тебе в доверие и все узнать. Продолжай, продолжай. Самое главное узнать, у кого хранится твоя рукопись и сообщить твой адрес. Почему же ты этого не сделала? Почему? Может, тебя пожалела? Неправда, ты все это придумала. Нет, все правда. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет, инспектор. Вам не наскучило торчать под моими окнами? А вы что, здесь живете? Живу, живу. Какое совпадение. Мне кажется, инспектор, что вы все-таки решили воспользоваться услугами справочного бюро. Нет, ничего подобного. Просто я здесь гуляю с собакой. Видите? Ну-ка, покажись, Ляр. Красивый пес, да? Вам нравится? Что вы замолчали, инспектор? Что с вами? Уходите отсюда. Немедленно уходите. Вы слышите меня? Не понимаю, куда? Ставь. Ставь. Сейчас. Ну, сейчас. С тобой. Держись. Ну, держись за меня. Держись сейчас. С тобой. Чёрт! КОНЕЦ Это кто? Тебе надо уехать отсюда сегодня же. Только не днём. Уедешь вечером. Тебя может спрятать эта женщина у себя в подвале в полночь. Она приедет сюда на такси. Мне надо повидаться с Легреном. Я помогу тебе, но не сегодня. Уступай. Вот. Это тот самый день. День рождения Черчилля. Знаешь, Франсуаз, уже после войны я прочитал несколько книжек об этом покушении. Как ни странно, в них кое-что оказалось правдой. Но все они грешили одним. Принимали ложные, отвлекающие варианты, заподлинные. Никто даже не догадывался, что существует ещё один вариант. Я. Это была единственная реальная опасность для Большой Тройки. Большой Тройки. Ателье, Мостафе. Понял. Я прошу вас пять минут. Только пять. Нет. Всё было в порядке. Камера работала нормально. Очевидно, что-то произошло во время проверки. Я не могу. Но ведь такие события не каждый день происходят. Ну, хорошо. Даю вам не больше пяти минут. Благодарю. Это по пути. Ателье Мустафы. У меня неприятности. Камера испортилась. Прошу. Камера. Подождите там. Задавайте. Все в порядке, она работает. Балалли-ай-балалли. Задавайте. Миро, Роман. Миро, Миро! Миро, Миро! Роман. Миро, Миро. Уговори-ка. С chamи-ка. Камера, Саше, Жовни-ка. Атака. Не, VII. Прошу всех выйти из машины. Прошу всех выйти из машины. Здравствуйте. Положите аппаратуру. Можете курить. Господин Пью? Да. Мы хотели бы проверить вашу камеру. Ее только что проверяли. Тем не менее, мы бы хотели проверить ее еще раз. Но там внутри пленка. Не беспокойтесь, у нас есть для этого специальное помещение. Прошу вас. Хорошо, идемте. Откройте камеру. Пожалуйста, но здесь слишком светло. Я засвечу пленку. Откройте камеру. Руки! За голову! Вперед. Что вы здесь делаете? Что улыбаетесь? По-моему, вы хотите есть. Ужасно. Пойдемте. Вперед. Впереди. Вперед. 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 О 육яков. Зачем надо? Вперед. Проходи. Скорее. 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 Ты знаешь, о чем я думаю? Нет. Я думаю, что я самый счастливый человек на свете. Странно, правда? Меня только что хотели убить, а я счастлива. Мари. Тебе надо уехать отсюда немедленно. Пойми, нам надо расстаться, иначе нельзя. Я могу причинить тебе горе и несчастье, может быть даже смерть. Хорошо, я отправлю тебя на несколько дней завтра, там ты будешь в безопасности. А через три дня я за тобой придет. Хорошо. Пошли. Мадам покидает нас? Мадам отдохнет несколько дней за городом. Мадам отдохнет несколько дней за городом. Клиника у меня небольшая. Прошу садиться вон сюда. Благодарю вас. Отличный персонал, безупречный уход. Больных немного, но все они вполне порядочные люди. Мадамы прежде беспокоили головные боли, но сегодня ночью я просто испугался. Ну, я думаю, никаких оснований для тревог нет. Мадам пробудет у нас два-три дня, мы проведем исследование, назначим курс лечения. Разрешите ваш чемоданчик? Да, пожалуйста. Сейчас подойдет медсестра и отведет мадам в предназначенную ей комнату. Мадам Луни? Да. Как вы себя чувствуете? Благодарю вас, милотище. Но я вас не знаю. Очень сожалею, мадам, но я за вами. Что-нибудь случилось? В него стреляли. У входа в отель. Он... Жив? Он ранен. Ранен. Просит вас приехать. Пожалуйста. Куда вы меня привезли? Куда вы меня привезли? Не надо волноваться. Куда вы меня ведете? Из шестнадцатого номера. Поживее. Проходите, садитесь. Соединил. Да, вам кого? Вас. Приезжайте немедленно. Адрес улицы Бархай, 7. Мадам Луни у нас. Вы поняли, что я сказал? Я не верю, что она у вас. Будьте любезны, скажите что-нибудь. Андре. Андре, они хотят убить меня. Я не знаю, за что они хотят убить меня. Чепуха. Они пугают. Где ты находишься? Андре, я хотела сказать, что люблю тебя. Ты слышишь? Да-да, мы скоро уедем отсюда. Скоро уедем. Где ты находишься? Я не знаю. Я... Извините. Это опять я. Послушайте. Я вам хорошо заплачу. Нам нужны не деньги, а вы. Через сколько времени вы сможете быть у нас, Бархай, 7? Только без глупостей. Через час. Это поздно. Я не успею. Попытайтесь. Я правильно понял, Бархай, 7? Мерзавец. Ох, Акбар. Аллаху Акбару Аллаху. Арбам. Адамы, Адамы. Я знаю, что там человек. Подержи-ка. Держи-ка. Держи-ка крепче. Бачёчу, тараву мок и рычо. Геравь-то, не рычо. Давай, теперь ждите. Что тебя тревожит? Пальто и шляпа. Пальто? Да, почему он его не снял? Ведь ему в пальто неудобно. Яд, Андре, ни звука. Тихо. Да, что надо. Прячься. Стой. Бросьте лестницу. Руки. Поднимите голову. Снимите шляпу. Кто вы? Он заставил меня переодеться. Возьмите его. Могильщик. Я? Почему опаздываете? В городе Облавы Мустафа взят. Оператор где? Арестован. Вы должны были забрать пленку. Забрал. В городе повальные аресты. Англичане и русские вместе с иранцами. Наши. Туда. 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 Поехали! 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 Что ты думаешь? Проклятое время. Неужели больше никогда ничего не будет? Неужели все кончилось? Все ушло? Нет, Мария, все осталось. Прошлое так же реально, как то, что происходит сейчас в данные мгновения. Главное, это не забывать. Главное, это память. Да-да, память. А я помню маленькую облезлую гостиницу, в которой мы жили в Тегеране. Ты знаешь, она для меня реальнее, чем эта рюмка коньяку. Или вон человек затем сдал. А я вспоминаю антикварную лавку. Виджай, покрытую пылью. И твои сны. Господи, да что ж мы тут сидим? Мы должны поехать ко мне. Подожди секунду, сейчас я позвоню дочери. У нас есть три, спины, уши. Дочери. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я ее дочь. Меня зовут Натали. Да-да, я вас узнал. Можно я сяду? Да, конечно. Простите, я вам не предложил. Да-да, я вас узнал. Все в телефонной будке. И в это время грузовик. Большой грузовик. Мать много рассказывала о вас. Она повторяла свои рассказы десятки раз. Я даже помню их наизусть со всеми подробностями. Каждый камень на мостовой, каждое движение, каждый звук. Последний день она все время вспоминала историю с дельфинами, как выкупались в море, не заметили, как началась гроза. Появились дельфины. Появились дельфины. Дельфины? Но мы никогда не были у моря. Боже мой. Значит, она все это выдумала. Кто? Вот мы и встретились. Сколько лет прошло. Извини. Что будешь пить? Пиво. Что это? Это они. Я очень люблю эту пленку. Часто смотрю ее. Иногда часами. Сегодня ни одного из них нет в живых. Все они умерли своей смертью. А ведь я мог убить их. Черчилль. На панихиде по Рузвельту. А это уже его собственные похороны. Ну, как ты жил все это время? Жил сытно. До статки. Но это была жизнь дождевого червя. Потом меня позвали. Наши люди нашли меня и позвали. Я не изменял своему делу. На убийство, особенно политическое, всегда был спрос. А в последнее время оно так вошло в моду, что от некоторых предложений приходилось отказываться. Времени не хватало. Потом ко мне перестали обращаться. Действительно, кому нужен старик, когда вокруг так много молодых? Отпусти меня. Отпусти меня. У нас мало времени. Идем. Кстати, я хотел тебя спросить из чистого любопытства, куда ты исчез тогда в Тегеране из этого каната? Ведь ты был в двух шагах от английского посольства. Я профессионал, а не самоубийца. Уже там, внизу, в колодце, я понял, что мне конец. И ушел через запасный ход. Знаешь, до сих пор не могу понять, как они пронюхали про канаты. Руки! 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 Рукопись. Кстати, господин Шернард, раз уж мы встретились, один вопрос. Зачем нужен был этот захват самолета? Ведь до вашего освобождения из тюрьмы остался всего месяц. Если бы остался час, я все равно бы освободился сам. Чтобы доказать вам, что мы еще сильны. Простите, я вас жду, месье. Я не принимаю сегодня. Я иностранец, я приехал издалека. Я по поводу книги, меня интересует некоторая подробность. Никакой рукописи уже нет. Но я могу встретиться с автором. Автора тоже нет, он умер. Его убили. Он умер. А, киноматериалы, я видел их в Лондоне. Ничего нет больше. Негатив тоже уничтожен. Что ж, остается память. Что вы имеете в виду? Память. Обыкновенную человеческую память. Она надежнее всего. Прощайте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok